Каждый день на пункте пропуска Козловище сотни тягачей проходят таможенный контроль. Часто именно с этого места пограничного перехода сотрудники транспортной инспекции получают сигнал о нарушителе. А все потому, что многие водители-международники на выезде с пункта пропуска не видят дорожный знак с надписью «Платная дорога». Тягачи, стоящие на обочине, попросту его заслоняют. Там же находится первый приграничный пункт электронной системы сбора оплаты БелТОЛ, где водитель может приобрести бортовое устройство. У некоторых в связи с его отсутствием начинаются проблемы, а другие просто вовремя позаботились о его приобретении. А вы давно приобрели бортовое устройство? Обязательно. Без этого невозможно. То есть она у вас давно уже стоит? Да. Проблем никаких на дорогах с ним не было? Пока нет. Сустам БелТОЛ есть такие самые, как в Польше. Виатол. Поберяю деньги. Давно ли вы приобрели бортовое устройство? Сразу приобрели? Две недели назад, перед впроводением БелТОЛа. А не нарушали? Один раз. Но не моя вина. Поиск водителя, не оплатившего проезд, – главная задача сотрудников транспортной инспекции. Как правило, в рейде мобильным патрулям удается обнаружить 3-4 нарушителя. С помощью специальной системы проверки, установленной в микроавтобусе, сотрудники легко могут вычислить машину без бортового устройства, движущуюся по трассе М1. Дальше дело за малым. Объяснить водителю правила проезда по платным дорогам в Беларуси. После того, как мы остановили водителя, который двигается по дороге М1 с нарушением, мы проводим его в наш служебный автомобиль. Объясняем его нарушение, то есть, что случилось, где и когда он проехал без оплаты, либо какое-то другое у него нарушение было. И налагается на него увеличенный размер оплаты, после оплаты которого он продолжает движение, получает все документы на руки, оплачивает в увеличенном размере за дорогу и может двигаться дальше. В распоряжении транспортной инспекции Бобретской области находятся 4 автомобиля марки «Фольксваген», оборудованных системой поиска нарушителей. Цена одного авто – около 1,5 миллиарда белорусских рублей. Львиная доля стоимости приходится не на сам автомобиль, а на специальное оборудование. В салоне микроавтобуса на приборной панели расположен компьютер сразу с двумя тачпадами. На монитор выводится информация обо всех транспортных средствах, которые попадают в поле зрения системы. Как только на мониторе появится красная строка, значит зафиксировано нарушение. Кроме этого, есть и другие способы проверки. На автомобиле находится специальная антенна, которая улавливает сигнал от автомобиля. Либо получаем ручным запросом, либо с самих этих рамок, которые расположены на дороге, у нас идет информация. С 1 января следующего года платных дорог в Беларуси станет больше. Систему БелТол планируется внедрить на трассах М4, Минск-Могилев и М5, Минск-Гомель, на участке от Луховичей до Бобруйска. Часть дороги от Бобруйска до Гомеля останется бесплатной, поскольку она не соответствует первой категории. Однако, чтобы эти планы осуществились, белорусским властям необходимо выполнить требования, предъявляемые к дорогам первой категории. А это, ни много ни мало, наличие минимум четырех полос и раздельные встречные потоки.